Всем привет! С вами канал Геральдика и Векселология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Папуановой Гвинеи. Герб Папуановой Гвинеи был окончательно утвержден только лишь в 1971 году. Имеет много экзотических символов, что, впрочем, естественно для такой экзотической для нас страны. На гербе Папуановой Гвинеи есть изображение райской птицы, которая находится на церемониальном копье. Это копье народов Папуановой Гвинеи. Также на этом гербе имеется изображение барабана кунду. Он применяется в качестве песочных часов. Птица – это олицетворение единства нации. Копье и песочные часы – это также символы единства страны. Райская птица, изображение которое имеется на гербе Папуановой Гвинеи, действительно существует в природе. Это отнюдь не выдуманный символ. Это небольшая птичка из семейства воробьиных, ареал проживания которой – леса Новых Гвинеи. Она больше нигде не встречается на планете, а поэтому герб этого экзотического государства имеет достаточную степень уникальности, раз имеет такое интересное изображение. Барабан кунду – традиционный ритуальный предмет папуасов. Он является необъемлемым атрибутом жизни каждого папуаса. Копье – это символ готовности защищать страну от чужаков. На гербе он появился не случайно, так как именно копье является знаком того, что это племя, сильно и умеет за себя постоять. Герб Папуановой Гвинеи используется в таких случаях, на официальных документах, во время торжественных мероприятий, возле официальных зданий. Государство воспитывает у своих граждан почтение и любовь к государственному гербу. Любое неуважение к нему вызывает не только общественное порицание, но и ответственность перед законом. Герб Германской Новой Гвинеи. Германская Нова Гвинея – это колониальное владение Германии, существовавшее в период от 1885 до 1915 года. Становление этого владения было непосредственно связано с политикой канцлера Оттофон Бейсмарка. Проект этого герба так и не был реализован, так как этому помешала Первая мировая война. В основе герба также имелось стилизованное изображение райской птицы. А в центре щита – стилизованное изображение орла, влияние германских традиций. Все это увенчалось короной. Проект у германской Папуа Новой Гвинеи было недолго суждено существовать, всего один год. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!